Если вы собираетесь переезжать, и это даже не важно куда, в соседний район, город или в другую страну, то не растягивайте надолго. К приезду на самом деле никогда не будешь готов 100%. Чем дольше это откладываешь, тем сложнее это становится, и это лишит иллюзия, что начав подготовку намного заранее, будет спокойнее и проще переезжать. В таком случае даже лучше будет остаться там, где уже и так живешь, и улучшать свою жизнь именно там. Быть осознанным гражданином той местности, где и так уже проживаешь. Мой личный опыт переезда достаточно разнообразный. Первый переезд у меня был очень длинный. Мама мне лет 8 сказала, что скорее всего мы переедем в Финляндию. Потому что она встала на очередь как возвращенка. Только вот в 13 лет, когда мне исполнилось буквально через несколько дней, мы переехали в Финляндию. Лет 5 мы ждали переезда. Естественно, я к нему никак не готовилась, кроме как мама меня перевела в школу, где я начала изучать финский язык. Но так я ничего абсолютно практически не знала о Финляндии, никак не изучала и даже не думала, что как-то к переезду надо готовиться. И только много лет спустя я поняла, насколько у меня сильный был стресс после этого переезда. Но в те времена не говорилось, не было интернета, не было столько много всякой информации, которая есть сейчас. Поэтому сейчас, мне кажется, переезжать намного комфортнее, чем это раньше происходило. Остальные переезды были достаточно спонтанные. Много месяцев у меня не уходило, максимум 6 месяцев. И этого мне всегда обычно хватало, чтобы все решить, закончить и подготовиться к переезду. Переезд в Испанию как раз-таки для меня был единственный такой осознанный переезд, к которому я готовилась тоже за полгода. На самом деле, хоть я и решила переехать за год, но первые полгода я еще как-то так сомневалась. Еще думала, может быть, попозже, может быть, лучше подготовиться, может быть, отложить еще, может быть, другие варианты рассмотреть. Но вот как раз за полгода до переезда все так сложилось, что я поняла, что ждать уже нечего, то есть надо действовать прямо сейчас. И вот полгода мне хватило для того, чтобы все подготовить и переехать. И, в принципе, я думаю, что я бы практически ничего бы не поменяла бы. И я как раз в переезд свой шла по всем этим пунктам, о которых я расскажу в этом видео. Первое, с чего я думаю, что все-таки стоит начать планирование переезда, это решить срок переезда. Потому что пока его нет, достаточно все очень абстрактно. То есть в зависимости, какая у вас ситуация, есть ли дети, может быть, ребенку нужно закончить школу. Или вы проходите какое-то лечение, у которого какой-то определенный срок. Или еще какие-то дела, которые не закончены, и которые только вот когда они будут закончены, можно будет приезжать. И у каждого этот срок, естественно, свой, но считаю, что он не должен превышать одного года. По идее, даже полгода достаточно. Лучше не затягивать с переездом, а сделать план хоть какой-то. Конечно, он будет меняться со временем, но по плану действовать куда проще и спокойнее. И он помогает быть собранным и двигаться в нужном направлении. В моем случае я могла, в принципе, в теории переезжать когда угодно, не считая того, что надо было накопить денег. Я выбрала для себя осень, потому что летом в Испании сезон. Он заканчивается как раз в октябре. И я поэтому, основываясь на этом, я подумала, ну, летом как раз жарко тут, сезон, все дорогое. Лето я лучше проведу в Финляндии. А уже осенью, когда цены уже пониже, когда уже не так жарко, как раз переедем. И тогда можно будет уже проще все найти и сделать. Другой важный пункт, это посмотреть, какая у вас ситуация сейчас на данный момент. И пройти по всем пунктам вообще в своей жизни. То есть, если у вас запланирован через год переезд, я не знаю, может быть, где вы проживаете, может быть, стоит переехать в меньшее жилье, чтобы не тратить деньги зря. Может быть, вы собирались покупать машину, нужна ли вам машина или наоборот. Может быть, собирались покупать, я не знаю, какую-то мебель в дом. Уже зная срок переезда, уже отпадает вообще эти планы покупать что-либо. Скорее всего, даже наоборот, ничего уже не покупать. И в какой-то момент надо, наоборот, продавать то, что есть дома. И эти же деньги можно использовать для откладывания на сам переезд. То есть, отказаться от чего-то уже ненужного, может быть, уже можно заранее, не ждя до последнего момента. Может быть, нужно сделать новые паспорта или оформить какие-то другие документы. У меня даже с паспортом я вот за полгода стала смотреть. И думаю, ну что, у меня еще полгода есть время сделать новый паспорт. Вышло совсем по-другому, потому что очереди были 3-5 месяцев. То есть, мне пришлось вообще в другой город ехать, чтобы быстрее сделали мой паспорт. Потому что иначе я уже впритык его меняла перед переездом. Русский паспорт я на тот момент могла бы тоже бы заняться намного заранее. Я подумала, ну что, я приеду в Испанию, у меня еще будет много времени, чтобы уже на месте разобраться с паспортом. А в конце концов вышло так, что я вот в конце прошлого года встала на очередь, чтобы получить время посольства. Времени несколько месяцев не было. Я только сейчас получила на март время, а у меня паспорт просрочился уже в начале года. Поэтому теперь новые дополнительные сложности и лишние растраты. Хотя я могла это сделать намного заранее. Даже возможно в Финляндии, потому что в Финляндии я хотя бы знаю, как этот весь процесс проходит. А здесь, во-первых, нужно ехать в Мадрид. А из Малаги до Мадрида это как из Хельсинки в Питер. То есть это еще та поездка. Так что все лучше делать заранее. Может быть, можно еще сделать доверенность на близких людей, чтобы без вас могли что-то делать. И вам не надо было бы вдруг в какой-то момент резко срываться и ехать за 3-9 земель, чтобы решать какую-то проблему, которую мог решить любой другой человек вместо вас. В моем случае я тоже, зная уже о переезде, я стала решать какие-то проблемы, которые у меня были в Финляндии. Я должна была в государство. Пришло за много лет назад. И были неожиданные растраты, которые надо было тоже решить. И я хотела уезжать все-таки с решенными проблемами, а не оставлять. Потому что, хоть я и не планирую никогда больше переезжать в Финляндию, но никогда не знаешь. И лучше все-таки оставлять все в порядке, свои дела, чтобы можно было спокойно в будущем передвигаться. То есть, коротко говоря, просто почистить все то, что у вас сейчас в жизни есть, и подготовить это лучшим образом к переезду. По моему опыту я могу сказать, что не важно, сколько ты учишь язык, полгода или много лет до того, как переезжаешь, его начинаешь учить только когда уже переезжаешь в страну, и начинаешь им действительно пользоваться. Да, конечно, есть исключения, есть люди, которые быстро и самоучки, и сами научаются говорить. Они хорошо обычно знают грамматику, но не факт, что это такой язык, на котором действительно на самом деле говорят. Поэтому, да, конечно, когда ты уже знаешь, что ты переезжаешь в страну, если там язык, на котором ты не говоришь, то хорошо было бы его начать уже изучать до переезда. Хотя бы просто основы, то есть не надо как-то очень заморачиваться с этим, ну, хотя бы основы и какие-то такие правила, которые тебе потом могут помочь, когда уже переедешь. В этом, конечно, очень сильно помогает смотреть как раз какие-нибудь фильмы, какие-то передачи, слушать музыку, чтобы уже этот язык был каким-то образом на слуху. Также я бы советовала сделать примерный план вообще переезда, то есть когда вы уже переехали, с чего надо в первую очередь начать. То есть поизучать, как регистрироваться, как поступать в школу, как искать работу, как, я не знаю, какие мобильные связи есть, какие-то такие обычные, привычные вещи, которые все равно нужно заново все это изучать. Также зависит, конечно, какое у вас гражданство, какая у вас семейная ситуация. От этого уже начинается процесс, то есть что после чего действует, какие сроки на каждое заявление уходят и прочее подобное. Для этого я, конечно, советовала бы обратиться к специалисту, потому что он может помочь, подсказать, что после чего стоит делать и как именно в вашей ситуации лучше поступить. И вы экономите очень много времени, потому что не вся информация на самом деле доступна или, по крайней мере, не так понятно, пока это не сделаешь, поэтому всегда лучше обратиться. Также в зависимости от ситуации можно уже узнать, какие документы можно начать переводить. А так как перевод достаточно долгий и затратный процесс, то можно уже начать заранее и тогда каждый месяц по чуть-чуть какие-то документы переводить, что сделает тоже намного проще переезд. Еще я сюда бы добавила, что я заранее смотрела уже всякие разные сайты, которые где искать местную работу, то смотрела вообще какой здесь выбор работы, что можно делать. Смотрела такие запасные варианты работы, что если вдруг вот прямо вот срочно нужно искать работу, какие у меня есть варианты. И как раз вот когда мы переехали и обзванивали все квартиры, чтобы снимать на долгосрок, потому что без этого не получишь прописку и без прописки не отправишь ребенка в школу, то мы тогда поняли, что другого варианта у нас, как вот искать работу, то есть мы не можем ничем другим заниматься, как вот работу в первую очередь найти, потому что дальше процесс просто не идет. И я как раз вот вспомнила свои запасные варианты работы и таким образом я быстро себе нашла работу. Следующий важный пункт это, конечно же, деньги. И хоть я их оставила практически под конец, но это, естественно, помогает очень сильно. И обычно советуют хотя бы на полгода иметь достаточно денег для проживания, именно для вашего случая. Но реальность не всегда оказывается такой, и не всегда получается на такой долгий период все-таки набрать нужное количество денег. Но это было бы идеально. Даже бы, я сказала, на год. Но чтобы понять, сколько вам нужно, конечно же, нужно подсчитать в той стране, куда переезжаете, сколько примерно стоит жизнь, аренда, квартиры, еда. Самое такое необходимое. Сколько вы обычно, да, как вы привыкли вообще жить, и сколько вы готовы тратить тоже на себя. Но это, конечно, очень сильно зависит, тоже вы переезжаете без работы или с работой. Тогда уже другая ситуация. К примеру, у меня было так, что денег хватало на три месяца. И когда мы только переехали, сразу было понятно, что надо сразу искать работу. То есть мне было времени найти работу три месяца. К счастью, я нашла буквально там за неделю, за две. Рассчитывала я, что три месяца мы можем прожить, поэтому надо было быстро действовать. Также я надеялась, что пока мы приедем, и даже до того, как я начну искать работу, что вначале устроим ребенка, найдем квартиру, и устроим ребенка в садик, в школу. Но вышло все совсем наоборот, потому что, опять-таки, в каждой стране есть свои законы, свои процедуры, своя цепочка, как это все происходит. И в нашем случае это было именно так, что вначале надо было найти работу, потом тогда уже можно было искать квартиру, и уже после прописки можно было отправлять ребенка в школу. То есть даже если у вас, допустим, нет проблем с работой, у вас уже работа существует, с которой вы можете переезжать, или у вас работа на новом месте, все равно никогда не знаешь, как там будет, потому что если у вас есть дети, как быстро получится их устроить в школу или в садик, от этого тоже очень много зависит, сможете ли вообще нормально работать. У нас ушло, опять-таки, тоже частично из-за наших незнаний, как это все происходит тут, ушло год, ровно год, чтобы ребенок наконец пошел в школу. И это, конечно, очень сильно влияло, потому что только один человек мог работать в нашей семье, и это немного усложняло тоже все, как и найти квартиру тоже, потому что там требуют достаточно хорошую зарплату. Тоже я, допустим, когда смотрела видео про Испанию, практически все видео, которые там были, говорила, что да, мы вот только пошли в школу и сразу же нам дали место. Я думала, ну вообще без проблем будет, мы тоже пойдем, и ребенок сразу пойдет в школу. Но в нашем случае это не было так легко, потому что все школы, куда бы ни звонили, нам говорили, что мест нет. Как потом я подозреваю, на самом деле места, может быть, и были, но так как мы не... Мы просто звонили и спрашивали, а надо было посылать документы, то есть куда-то все-таки, наверное, бы ребенка бы устроили. Может, не в ближайшую школу, но куда-то можно было бы. А мы просто звонили в школы, и нам везде говорили, что просите, мест нет. И, конечно, немаловажно это вообще узнать о том месте, куда вы собираетесь уезжать, какая у нее история, то есть смотреть какие-то, может, туристические видео этого места, какие-то исторические видео, читать, смотреть. Все то, что связано с этим местом, чтобы вы уже немножко знакомились, даже, не знаю, даже буквально с их какими-то там достопримечательностями заранее, с какими-то там местами, улицами. То есть это уже немножко приближает все-таки к новому месту, и уже оно не становится таким незнакомым, уже начинаешь с ним потихонечку знакомиться. Потому что тогда понятнее становятся, может, какие-то культурные нюансы. Я, к примеру, но это тоже относится к языку. Я в свое время, когда учила испанский язык, я стала еще не... правила какие-то там знала, примитив знала. Я начала смотреть сериал испанский, который очень знаменитый тут. Он называется Cuéntame como te hallo. И он мне очень помог, чтобы немножко, ну, слуху было. То есть я когда начала его смотреть, я, ну, что-то понимала, большую часть я не понимала. Но со временем, где-то вот прошло 4 месяца, наверное, я вдруг начала понимать, что я смотрю сериал, и я, по крайней мере, уже вникаю, о чем там речь, и даже понимаю какие-то там более длинные тексты. И параллельно это такой еще тоже сериал, который показывает историю Испании, который показывает юбор испанский, вообще как быт испанский, как люди раньше жили и в течение лет дальше продолжали жить. То есть это все достаточно интересно и тоже сближает. Когда я уже сейчас переезжала, то я испанский уже достаточно хорошо знала, но я все равно смотрела тоже те же самые видео о Испании, сериалы тоже смотрела, современные уже. Там тоже все равно узнаешь какие-то новые выражения, какие-то новые слова, и это всегда полезно. И таким образом, особенно если ты каждый день у тебя на слуху язык, его намного проще изучить, чем если ты ходишь там, я не знаю, пару дней в месяц и зубришь. Опять-таки есть люди, которые могут вызубрить и все запомнить. Я не такой человек, мне языки сложно даются и у меня они изучаются именно на практике. Делитесь, если у вас еще есть, что можно было бы добавить в мой список. Было бы интересно узнать тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!